Друзья, всем добрейшего шикарного утра. У меня проблемы. Ну а как? Как без них настройки? Настройки бывают и проблемы. Не все у нас гладко. Короче, смотрите какая ситуация. Бетономешалочка начала люфтить. Вчера я заметил, когда загрузил в нее раствор, она просто давай кряхтеть, не работает толком. Вот смотрите какая беда. Она вот так отклоняется от шестеренки и перестает крутиться, просто рвет звездочкой. По шлицам работы никакой не происходит. Я так предположил, что это подшипник. Сейчас разберу эту часть, сниму и попробуем разобрать вообще. Ну а если вам вдруг в жизни это пригодится, тоже будет хорошо. То есть я вам покажу на наглядном примере, как вот такого класса бетономешалки разбираются. Фильм будет небольшой, такой коротенький. Да, вон блинчики фаршированные. Все у нас хорошо. Живем, работаем. Как говорится, кофеек по швырку и начнем. Ну а вы, пользуясь случаем, можете сейчас поставить сразу лайк, потому что потом вы забудете. Если вдруг фильм не понравится, отменить его никогда не поздно. Мне так кажется. За дело. Сразу скажу, что моя бетономешалка это боевая подруга. Сколько же она уже переживала бетона в своей жизни. На ее счету, на вскидку, более 100 кубов приготовленной смеси. И все это на одном ремне, на одном моторе и на родных подшипников. А секрет прост. За инструментом нужен обязательный уход. Я перечислю вам несколько пунктов, которые сохранят ваш смеситель в рабочем состоянии на долгие годы. Первым делом очищайте барабан не только после работы, но и старайтесь во время делать ему чистку. Это делается просто. Когда вы опустошили корзину, сразу же долейте в нее воды. И во включенном состоянии пару раз переверните в горизонт и обратно в рабочее положение. Вопреки расхожему мнению, что венец лучше смазывать, для лучшей работы бетономешалки и меньшего скрипа, это не совсем правильно. Во время засыпки смеси, сухой смеси, это все будет налипать на венец. В конечном итоге звезда и венец придут в полную негодность. Поэтому советую никогда не смазывать венец маслом. Следующим советом было бы проверять натяжку ремня. Если ремень правильно натянут, ему не будет сносом. Срок эксплуатации ремня обычно увеличивается пропорционально правильной его натяжке. От постоянных вибраций и дерганий бетономешалки начинает перетирать и рвать швы. Поэтому советую проваривать их периодически и протягивать ослабшие болты. Ну и главным советом, друзья, будет то, что и привело, собственно, к моей поломке. Не перегружайте больше нормы в свою бетономешалку. В нее нужно насыпать ровно столько смеси, сколько написано по паспорту. Так, по проблему решили. Наверное. Теперь самая главная часть. Это все надо разобрать. Честно говоря, люфтов-то я здесь особо не вижу. Хотя, наверное... Ну-ка, давайте на новых посмотрим, что творится с новыми. Вот так выглядят новые. Сейчас. Берем новый подшипник. Ну и тут, конечно, люфта. Честно говоря, люфты-то вообще ни о чем. Он в нормальном состоянии. Здесь он такой же. Я не вижу смысла менять подшипники. Работает все отлично. Проблема в этом стакане. Нужно стакан. Вот. Вот она беда. Тут на стакане сейчас уплотняю. И все, и закрываю. Для раскручивания корзины удобнее болты, конечно же, срезать. Потому что одной рукой держать ключ в барабане, а с другой стороной скручивать очень сложно. У меня не было помощника, и я делал это один. Некоторые болты, конечно же, были залиты бетоном, и они очень хорошо открутились. Я их также и оставил. А некоторые пришли в полную негодность, и мне пришлось их удалить болгаркой. И поставить на их место новые хорошие болты, гайки и шайбы. А теперь лайфхак. Если раскручивать вам еще как-то получится, то закрутить одному крайне сложно. Поэтому я сделал проще. Я наживулил гайку, потом сделал прорезь маленькой 125-й болгаркой. И с помощью прямой отвертки прямых рук и гаечного ключа у меня удалось все это дело затянуть обратно, не прибегая ни к чьей помощи. Процесс нашего ремонта бетономешалки крайне прост. Мы с вами откручиваем барабан, снимаем обе тарелки, в которых прячутся наши подшипники. Ну и смотрим на состояние подшипников. В нашем случае проблемы оказались в стаканах. Поэтому я решил, что просто укреплю их тонким листовым железом и соберу все обратно. Потому что полноценный ремонт требует совершенно другого подхода. Друзья, видео получилось небольшое, как я и обещал. В итоге я скажу, что для восстановления заводских характеристик миксера я должен сейчас срезать оба стакана, подобрать такие же диаметры из трубы или заказать выточку у токаря. Потом я должен все это приварить с нормальной отцентровкой. И только это поможет вернуть бетономешалку в идеальное ее состояние. Сегодня я лишь оттянул немного времени для завершения работ этого сезона. Бетономешалка, конечно, стала работать исправно, но все же не идеально. Поэтому завершение работ ждет меня впереди. Это я буду делать зимой. Шикарно. Так. Где? Вон. Бам-бам-бам. В итоге скажу. Друзья, внимательно следите за своим инструментом. Так, ну все. Готово. Отлично. Работает. На этом у меня все. До скорых встреч. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова